Уважаемый Архимед Бегижанович, к вам обращается житель поселка Осиновка, Кусноярского района, 15 километров от райцентра. У нас проблемы с выездной дорогой из поселка до трассы. ТО «Горизонт», выигравший тендер, не выполняет договорные обязательства. 70% населения работают в городе. Дорога, ведущая к поселку Осиновка, к моменту приезда нашей съемочной группы была расчищена. Причем так, что в некоторых местах с легкостью могли разъехаться два легковых автомобиля. Однако дальше с каждым метром дорога становилась уже. Спустя два километра и вовсе началось самое интересное. Согласно дорожным знаком, это и ездить на дорогу в поселок Осиновка. Однако асфальтированная трасса здесь вряд ли угадывается. Практически все заметено снегом. Проехать сюда практически невозможно. Автолюбители встречают вот такой вот снежный тупик высотой человеческий рост. Аналогичная ситуация и в других населенных пунктах района. К примеру, в поселке Рязановка сельчане оказались в настоящем снежном плену. Выехать за пределы населенного пункта они не в силах уже четвертые сутки. Кроме этого, по словам сельчан, не могут к ним проехать ни пожарные, ни кареты скорой помощи. У меня тяжело больной ребенок. У него ДЦП. Плюс ко всему еще и судор бежит. И понимаете, врачи приехать в поселок не могут. В этой связи на блоге Акима области участилось количество обращений с просьбой решить вопрос очистки подъездных дорог. Здравствуйте. Вас просят о помощи граждане Кустанайского района, поселок Бегижан. Дети болеют уже неделю. Не можем выехать за лекарствами. Дорогу замело. Никто не чистит. Люди сидят без хлеба. Мы уже не знаем, к кому обратиться. Это что такое? В областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог дали четкий ответ, что очисткой подъездных путей должны заниматься районные власти. И на это, согласно правилам, им отводится ровно 12 часов. Очисткой этих автодорог занимаются Акиматы районов. То есть на местном уровне не проводят так же само конкурса. Выявляется подрядная организация. И эти автодороги обслуживают выигравшие предприятия. На сегодня, по данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, очисткой загородных трасс занимается 9 подрядных организаций. С общим парком спецтехники почти 80 единиц. По словам Юрия Григоренко, о сложной ситуации они знают и советуют сельчанам обращаться напрямую в областное управление пассажирского транспорта и автодорог, дабы избежать сокрытия конкретных фактов неисполнения своих обязанностей местными чиновниками. Алексей Басарнов, Боржан Грижанов и Андрей Деменок, РТН.